30 июля, Тверь, улица Ротмистрова. Здесь у московского отдела полиции собрались люди, объединенные общей бедой. Здрасте. Здрасте. Да, видишь, а мы перепишемся, лица-то не видно. Вы тоже потерпевший, да? Да. Интересуемся, откуда люди приехали. Вы Ржев, да? Вы откуда? Московская область. Московская, вы откуда? Редкино. Редкино. Вы? Редкино. Редкино. Вы откуда? Тверь. Тверь. Вы откуда? Твери? Тверские. Сегодня, что называется, в лицо, эти люди видят друг друга впервые. Зачем же они встретились? Цель одна, чтобы наказать человека, который нас всех, скажем так, обидел, кого в большей степени, кого в меньшей. Вы на сколько пострадали? На какую сумму? На 90 тысяч рублей. Что собирались вам построить? Забор с откатными воротами. Насколько вы пострадали? У нас 750 тысяч. Потому что дом, да, мы с ним встретились и договорились в прошлом году, в августе 2020 года. Мы с Казахстана, он нам начал строить дом, построил фундамент, мы переехали. Он построил нам каркас и все. И на этом он пропал. Мы с Оржева. Мы тоже также заключили с ним договор. Первое сначала на строительство забора. Потом сразу же у нас, как бы, человек раскрутил, да, увидел на строительство дом. Потому что нам нужен был еще и дом. Соответственно, мы оплатили полностью сумму за забор в конце марта. И в начале апреля большую часть суммы за дом – это 752 259 рублей. Мошенник также продолжает свои действия по всей Тверской области. Также он переходит в Московскую область. Еще он является представителем компании «Дом недорого РФ». Те спокойно отписываются, покрывают все друг друга. Ну а тем не менее, число пострадавших растет. Вы на сколько пострадали? Мы пострадали на 110 тысяч. Человек один раз ответил, не признавал свою вину ни в коем случае. И все, в принципе, теперь мы вынуждены судиться, потому что деньги нам не возвращены. А как зовут этого человека, с которым вы заключили договор? Зиньковский Александр Владимирович. Виктория Кизилова из Редкина потеряла на обещанном строительстве 184 тысячи рублей. 2 августа будет год, как мы нервничаем, переписываемся, звоним, ругаемся. Ну, все на том же месте. Но он отвечает на звонки? Нет, он сейчас со мной вообще не разговаривает, потому что я его обидела грубыми словами, бессовестная такая. Он мне в этом году прислал 15 тысяч из всего долга, он был больше. И на этом все закончилось. Вы считаете, какое преступление против вас совершено? Да, это уже мошенничество в курортном размере. На сколько вы потерпели? На 137 тысяч. Что обещал построить? Забор. То есть в феврале месяца я заключил с ними договор, внес 100% предоплату в связи с тем, чтобы зафиксировать цены и закупить материал. Шло подорожание. Наличными деньгами принял у меня в офисе деньги. Через несколько дней позвонил, говорит, немножко не вкладывается, рост цен идет, надо доплатить. Я 9 марта еще доплатил денег, было заверено мне, что все будет закуплено, и в мае месяце забор будет установлен. В итоге забор не установлен, на звонки не отвечает, ни работы не выполнены, никакой информации нет. Ну, скрывается на данный момент времени. Я даже удивлен, что я пострадал с самой маленькой суммой, всего лишь на 50 тысяч, но это все равно деньги. Когда он приехал ко мне на участок и начал заниматься обмером вот этого участка, он даже сам предложил, говорит, ну живите с этим забором. Он посмотрел, что у меня сумма такая маленькая. Он даже как-то намекал на то, что может не закричать со мной, это какого-то какого. Люди уверены, пострадавших от горестроителя намного больше. Нас просто много, и полиция возбудит дело, потому что на самом деле по статье «Мошенничество» человек не возвращает нам наши деньги. Суммы не маленькие, и мне кажется, ну, просто в любом случае деньги должны быть возвращены. Я думаю, это 159-е мошенничество, потому что схема одна и та же. Люди все по одной схеме. Были обмануты, со всех требовалась предоплата, а выполнение фактических работ не происходило вообще. Коллективное заявление от потерпевших 30 июля было подано в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и правительство Тверской области. А мы тем временем поехали в офис фирмы, с которой люди заключали договор. Расположен он в жилой многоэтажке по улице Озерная. Вот и обещающая все блага нового качественного строительства вывеска. Рядом расположены другие организации, но в нужную нам дверь закрыта. Может быть работают в поте лица на обещанных заборах, а может отдыхают в разгар лета на вырученные деньги. Нету ответа. В соседних офисах нам рассказали, мол, въехала сюда строительная фирма нынешней весной. Но уже как месяц их не видно и не слышно. Мы следим за ходом событий.